Музыка На переднем плане, на первой машине, будет беспилотный самолет-разведчик. Есть такие самолеты в нашей коллекции. Здесь на улице две коллекции. Коллекция РСЗО, то есть реактивная система золотого огня, и коллекция железнодорожного транспорта. Технический музей имени Сахарова, именно такое официальное название у этого места, ведет свою историю с 98-го года. Сегодня под открытым небом и в павильонах музея размещено около 500 крупных и более 1700 мелких экспонатов техники военного, гражданского и бытового назначения. Ну, Катюша, на этой же базе, да, была? О, ну, 57-й тоже с лебедкой даже. Еще одна галубица, участница войны, в 43-м была сконструирована. Целью деятельности музея является формирование общественного сознания, сохранение и приумножение традиций отечественной инженерной и военной мысли, а также воспитание молодежи с позиции патриотизма и исторической духовности. Плюс к этому создание оригинальной городской культурной среды. Со всеми выше обозначенными целями музей с успехом справляется. Так что будете в Тольятти, помните, что не только автовазом едите. Наш знаменитый танк Т-34, танк Победы. Кстати говоря, Адольф Гитлер считал конструктора этого танка Кошкина личным врагом. Здесь в Тольятти представлена модификация 44-го года, стоит под открытым небом и до сих пор выглядит довольно-таки грозно. Михаил Артемьевич Бухтуев воевал в Великую Отечественную, был танкистом, как раз вот такого танка и погиб на фронте. Как он погиб? Это был бой за взятие станции, там железнодорожный тупик был, и стоял бронепоезд немецкий, да, то есть их танк подбили, и на горящем танке он уже просто этот бронепоезд протаранил, тем самым прекратив его огонь, то есть он перестал существовать этот бронепоезд. Ну и все, и вот он погиб во время этого, и ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Мой дедушка Зимин Алексей Федорович был командиром орудия, вот точно на такой же гаубице, теперь у меня есть возможность увидеть ее своими глазами. Ну а это знаменитая Катюша, без которой, конечно, невозможно представить нашу великую победу. Андрей, ты знал, что впервые на вооружении ее приняли за несколько, практически, часов до войны. Уже в июле она прошла первое боевое крещение. Ее называли «Адова смерть» или «Черное пламя», потому что осколки снарядов разлетались, и это обезоруживало врагам. Впервые Катюше вообще показали общественности 9 мая 1945 года на Параде Победы. У меня воевали два деда, но так получилось, что информации до меня как-то не донесли мои родители. И я планирую за зиму поднять всю информацию, добыть ее, и 9 мая пройти с бессмертным полком, с ребенком, уже зная, понимая, кто были его прадеды, где воевали. Чуть его мощь нашего оружия, войну, которая применялась, прикоснулся к победе. Дедов мало уже, рассказывают мало теперь. Встречаться им все тяжелее и тяжелее остается. Это теперь вот только на вас, на прессу все должно возлагаться. Пресса, школа. Ну, мы об их не только помним. Я думаю, что неизвестных не должно быть. И они все равно когда-нибудь, вот так же, как мой дед, всплывут. Сейчас я в руках держу карточку, его карточку из концлагеря. Посмотрите, вот эта карточка, это формуляр, формуляр, который был заготовлен, я так думаю, теми, кто готовился напасть на нашу страну. Вот это его отпечаток пальца. Когда увидел мой папа, которого сейчас нет, он сказал, как он похудел. Ну, кроме этого, вы посмотрите, здесь данные ведь не только о нем, но данные еще о моей бабушке, трех ее детям. Они были уверены, что если придут сюда, и они уже будут знать, сколько тех самых людей второго сорта будет здесь, которые будут, наверное, рабами, я так думаю. Возложив цветы в парке Победы автозаводского района Тольятти, почти в память фронтовиков, мы отправились на поиски еще одного интересного места, которое хранит в Тольятти память войны. Я хочу вам рассказать историю вот этого здания. Не конкретно этого. Дело в том, что по этому проекту в 1910 году было построено здание профилактория лесной. В годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1943, это здание служило институтом военных переводчиков. Переводчиков перевезли из Москвы сюда для того, чтобы готовить, и, соответственно, сразу отсюда отправляли на фронт. Многие из этих обучающихся стали разведчиками, многие участвовали в допросах языков. Здесь же писались военные словари. Вот ровно так это здание выглядело. Правда, в оригинале деревянное здание сгорело, а то, что вы видите сейчас, уже отстроено из кирпича. Ну и если, как вы видите, здание новое, да, то вот что касается этих сосен, наверняка они еще помнят эту историю и хранят ее память. Теперь вы будете знать, что Волынск – это родина Петрова-Водкина. А что за сорт такой? Это Вера, это Кадрианка. Газель въехала в фуру и, соответственно, все содержимое Газели. Партнеры проекта. Компания «Артик Тракс Россия. Расширяй свои границы». Сеть салонов оптики «Оптика Давыдов». Оптика с именем 292-03-74. Страховая группа «Надежда». Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей. Официальный оператор мобильной связи автопробега – оператор с низким уровнем цен «Теледва». «Теледва» – честно дешевле.